Спорт, в котором побеждает не сила и физическая выносливость, а интеллект и правильно выстроенная стратегия. Во Владикавказе проходит региональный этап турнира «Белая ладья». Порядка 150 юных шахматистов сражаются в борьбе умов. За ходом игры наблюдала наша корреспондент Лидия Цахилова. Здесь царят логика и смекалка. Каждый ход важно рассчитывать наперед. Одна ошибка может определить результат всей игры. В интеллектуальном поединке городской лицей представляет Альберт Аккацев. Юный шахматист увлекается этой игрой с первого класса. В прошлом году занял второе место первой лиги России. Люблю побеждать тактикой, когда я провожу тактику и выигрываю что-то. Люблю быстро думать, быстро все делать. На региональном этапе турнира «Белая ладья» юные шахматисты из всех районов республики. Около 150 ребят. Это 39 команд. Каждая представляет свое образовательное учреждение. Все участники прошли школьный этап. Этот турнир командный. В команде участвуют 4 человека. Одним игроком обязательно должна быть девочка. В этом году самые старшие участники этого турнира – это детки 2008 года рождения. И младшие, соответственно. Региональный этап состоит из 7 туров. Три из них уже прошли. Соревноваться школьники будут еще несколько дней. Регламент поединков строго соблюдается. За ходом игры следят строгие судьи. Каждый турнир состоит из нескольких матчей, в которых встречаются две команды каких-то школ. Ну и, соответственно, за победу в матче присуждается два очка. Одну очко за ничью. И проигравший не получает ничего. По сумме набранных очков определяется победитель. Для детей это самые яркие воспоминания – это школьные командные соревнования. Просто по своему опыту скажу, что эти соревнования намного интереснее, нежели личные. Победители определят в начале следующей недели. Они пройдут в финал всероссийского турнира «Белая ладья». Он состоится в Краснодарском крае в июне. Лидия Цахилова, Алана Бзыкова. Новости Осетии.